В эфире новости на шестом канале, в студии Алексей Дудин. Здравствуйте. Владимирская региональная торговая сеть «Квартал» с 16 ноября прекратила свою работу. Это значит, что все супермаркеты под вывеской «Квартал» закрываются. 300 сотрудников из 21 магазина во Владимире, Муроме, Коврове и Суздале остались без работы и положенных выплат. В соцсетях работники пишут, что о закрытии кварталов им объявили буквально за день до этого. При том, что перед сотрудниками имеется задолженность по выплатам. Заработную плату за сентябрь люди получили не в полном объеме, а октябрьских выплат не видели вовсе. Некоторые уволились по собственному желанию. Кто-то написал заявление на отпуск. Руководство торговой сети «Амбитус», которое владеет кварталами, сообщает, что компания не выдержала конкуренции на рынке и вынуждена закрыться. Представители предприятия признают имеющуюся задолженность и обещают в ближайшее время рассчитаться со своими сотрудниками. Вчера мы приняли решение деятельность компании приостановить. У нас образовалась задолженность перед сотрудниками, которую мы обязательно погасим до Нового года. Но на сегодняшний момент погасить полностью в полном объеме заработную плату мы не смогли. Наши сотрудники, мы вчера попытались с ними провести диалог, но не очень получилось договориться, потому что люди, естественно, хотят получать зарплату. Представитель компании говорит, что юридическое лицо не закрыто, и, возможно, компания выберется из кризиса. Если такое случится, то на работу позовут в первую очередь бывших сотрудников. На данный момент под контроль ситуацию сетью магазинов «Квартал» взял областной департамент по труду и занятости населения. Все работники данной организации, которые потеряли работу, пусть обращаются в центры занятости населения, где они будут подыскивать варианты трудоустройства и для дальнейшей работы. В профессии, может быть, приучиваться, каждый будет по-своему решать свою любовь. В детский сад за 8 километров до школьного учреждения в поселке имени Кирова Камешковского района закрыли в связи с аварийным состоянием здания. Теперь малыши вынуждены на автобусе ездить в соседние поселки. Администрация планирует открыть детсадовскую группу в соседней школе, при этом даже не задумываясь над ремонтом аварийного здания. В ситуации разбирался Константин Миронов. Детский сад в поселке имени Кирова Камешковского района закрыли еще в июне прошлого года, по причине того, что здание пришло в негодность. Всего в детский сад ходило 16 детишек, которые теперь вынуждены ездить за 8 километров в ближайшие поселки. Местные жители в шоке и говорят, что проблему можно было решить. Ведь жизнь в поселке не стоит на месте, хоть медленно, но развивается, и малышей становится больше. Проблемы большие, садика нету. Ну что это такое, у детей столько много, поселок и живет, хоть фабричка работает, плохо ли хорошо, но она работает, бомжей поменьше стало. Почему все вот такое вот к нам отношение? Как только здание было признано аварийным, местная администрация выдала детям автобус, чтобы те ездили в другие поселки и не прерывали свое образование. Также было принято решение переоборудовать несколько кабинетов Серебровской школы под дошкольную группу. Здание было признано аварийным по заключению, ну вот было принято решение о том, чтобы его закрыть, временно детей перевезти отсюда в поселок Максима Горького. И на нескольких сходах было принято решение, то ли восстанавливать это, то ли делать какое-то дополнительное строение или новое строение, или делать пристройку к общеобразовательной школе Серебровской. Общественность вопрошает, нельзя ли восстановить уже имеющийся детский сад. Инициативная группа родителей посчитала, сколько денег уйдет на реконструкцию аварийного здания. Куда намного удобнее водить детей. Всего 4,5 миллиона рублей. Вот только ответа от администрации по данному вопросу нет. Да и группы, которые планируют организовать власти при школе, оказывается маловато. Вот у нас на совете пришла информация, и вот опять же от населения, что ремонт Серебровской школы всего лишь подготовлен на 20 мест для детишек. Понимаете? Ну это же нецелесообразно. Почему вот, ну, когда не услышали население, что детей-то больше. И как вы хотите, чтобы население у нас дальше увеличилось, если всего лишь на 20 лет с подготовленным? По словам местного депутата, вопрос по детскому саду в поселке имени Кирова поднимался не раз. Но администрация не торопится решать данный вопрос. Людям даже не дают посмотреть примерный проект реконструкции Серебровской школы, для того, чтобы сравнить стоимость с уже сделанными расчетами восстановления аварийного здания. На последнем совете мы задали вопрос Анатолию Захаровичу Курганскому, когда же мы получим результат, когда будет у нас ответ. Опять же он ушел в бюрократию, что вот экспертиза опять, смета и так далее. И, ну, мы не получили ответа. Через месяц мы узнаем это, через два месяца. В общем, мы видим, что здесь целенаправленная задержка, затягивание этого проблемного вопроса по детскому садику. С насущными вопросами жителей мы отправляемся в управление образования. Здесь нам дают понять, что о проблеме знают и пытаются ее решить. Вот только денег на это, как всегда, нет. Первоначально для нас, увидев заключение, что здание признано аварийным, было, так скажем, полушуковым состоянием, поэтому изначально принято решение об организации подвоза, о продолжении образования детьми, получения дошкольного образования детьми. То есть мы работали по организации подвоза, а дальше уже в 2018 году, то есть когда прошло у нас больше, чем полгода, скажем, то есть мы уже начали порабатывать вопрос, каким образом будем организовывать. Потому что даже на изготовление проекта по перепланировке, это тоже нужны финансовые средства. На 2018 год они у нас не были предусмотрены. Когда решится вопрос с детским садом, из ответа чиновницы так и не ясно. У местных жителей есть своя версия. Почему затягивается решение проблемы? По поселку прокатилась череда пожаров. Местные полагают, что единственное в этом населенном пункте предприятие хочет расшириться и получить доступ к газовой магистрали, которая проходит аккуратно за аварийным зданием детского сада. При этом два соседних дома с обоих сторон садика, по словам жителей, уже сгорели. Мы просим органы прокуратуры обратить внимание на данный сюжет. Константин Миронов и Дмитрий Журавлев. Шестой канал. Повышать финансовую грамотность населения и оперативно реагировать на жалобы граждан. Для этого у Владимира открыли единый коммуникационный центр Банка России. По сути, это колл-центр, где сидят специалисты и по телефону отвечают на вопросы, связанные с кредитами, страховками и другими операцией на финансовом рынке. Чтобы получить кредит банки на хороших условиях, нужно иметь хорошую кредитную историю. Но я не знаю, как ее и где ее можно проверить. Это один из часто задаваемых вопросов, на которые специалисты единого коммуникационного центра отвечают ежедневно. Колл-центр создан по инициативе Банка России. Цель – оперативно реагировать на обращение граждан, улучшать финансовую грамотность населения и оградить доверчивых вкладчиков от мошенников. Мы считаем, что многих проблем можно было бы избежать во взаимоотношениях потребителей с финансовым рынком, если бы у человека была возможность заранее спросить относительно той или иной услуги, продукта. То есть задать тот вопрос, который, может быть, его беспокоит, но он не понимает, кому его адресовать. По телефону 8 800 300 300 специалисты проконсультируют по вопросам потребительского и ипотечного кредитования. Расскажут про взаимодействие с микрофинансовыми организациями и страховыми компаниями, помогут решить проблемы по вкладам, подскажут, как отбиться от навязывания дополнительных услуг. Когда у банков отзываются лицензии, какие действия необходимо предпринимать людям, чтобы получить свои денежные средства. Мы, в принципе, пользуемся информацией с сайта Центрального банка, с официальных сайтов, то есть источников не просто в интернете, какие-то сайты, которые мы не знаем, мы ими никогда не пользуемся. Федеральная закона. Единый коммуникационный центр во Владимире всероссийского масштаба. Сюда будут стекаться обращения со всей России. Работают здесь пока 5 операторов. До Нового года их число увеличится до 15. С 2019 финансовый колл-центр начнет функционировать в круглосуточном режиме. Отбор был очень сложный. Чтобы соответствовать уровню Банка России, это непросто. Мы очень жестко тестировали всех кандидатов на предмет финансовой грамотности, стрессоустойчивости, коммуникативных умений. Потом отобранные кандидаты прошли сложное и длительное обучение. И теперь каждый из них является экспертом в финансовых вопросах. В открытии колл-центра принял участие и губернатор Владимирской области. Передовой опыт Банка России Владимир Сипягин планирует перенять. Он уже заявлял о том, что в Белом доме необходимо менять подход в работе с обращениями граждан. Созданный финансовой структурой единый коммуникационный центр – отличный пример. Общение через колл-центр – это, конечно, будущее. То, к чему мы обязательно сейчас пойдем. И вчера, еще раз говорю, дал распоряжение о том, чтобы на базе комитета по обращению с гражданами создавался такой колл-центр. Причем он в дальнейшем обязательно будет круглосуточный. Это будущее. В настоящем же по финансовым жалобам в регионе следующая картина. За третий квартал нынешнего года в областное отделение Банка России поступило 400 обращений. Самые распространенные жалобы связаны с вопросами потребительского и потечного кредитования, а также навязыванием дополнительных услуг, в том числе и страховыми компаниями. Алексей Дудин, Александр Мажаров, Шестой канал. Готовы меняться. Самая многочисленная политическая партия региона взяла курс на обновление. Во Владимире прошла региональная дискуссия партии «Единая Россия». В ней приняли участие депутаты ЗАГСобрания, Советов народных депутатов региона и рядовые партийцы. В центре внимания изменения в работе партии. Чем недовольны партийцы, расскажет Валерия Саенко. Самая многочисленная политическая партия региона готова к переменам. Название сегодняшней региональной дискуссии обновления 2018 «Единая Россия» в таком формате работают впервые. На четырех площадках обсуждают, как партии стать более современной и эффективной, как расширить общение с избирателями, как конкурировать с другими партиями и как депутатам решать конкретные проблемы населения. Усиление обратной связи с жителями региона, чтобы жители имели возможность напрямую задавать вопросы и депутатам местного уровня от партии «Единая Россия», и, соответственно, передавать свои обращения в первичные партийные организации. Прозвучала идея о том, что надо более активно проводить обучение членов партии по различным вопросам. Всего на дискуссию было подано 2000 обращений от 100 с лишним партийцев. Главный вопрос – как сделать партию более современной. Хоть у «Единой России» большинство мандатов в ЗАГС собраний и Горсовете Владимира оппозиции по сравнению с предыдущими выборами сдали. Политологи поясняют, по результатам соцопросов, больше половины жителей региона причисляет себя к бедным, соответственно, хочет перемен. А требования у владимирцев простые. Просит справедливости в обществе, равенства и, наконец, самореализации. Оказалось, что у граждан очень сильно желание что-то сделать для региона, но многие из них просто не знают, где и как приложить свои силы. Это отмечается и в группах. Мы по социальным стратам их делили, и в группах предпринимателей более-менее успешных, и в группах бюджетников, и в группах работников культуры и так далее. То есть у всех есть желание и возможности, ресурсы что-то для региона сделать, но не все могут найти эти возможности. Партийных проектов сейчас много, только не все о них знают. Значит, информировать население нужно лучше. За работу с молодежью отвечает молодая гвардия. Именно эта организация помогала реализовать один из последних проектов – школу проломентаризма. Он связывает депутатов разных уровней со школьниками и студентами. Молодежь может спросить депутатов о том, что ее волнует. Наш актив – это ребята от 16 до 30 лет. Это школьники, студенческие лидеры и просто активные ребята. Соответственно, мы знаем, чем живет молодежь, что сейчас интересно, чего не хватает и какие проблемы она испытывает. Соответственно, можно более эффективно среагировать на какую-либо ситуацию, постараться ее разрешить или хотя бы улучшить. Еще одна проблема, которую сейчас партии необходимо решать – это общение с населением, уверен секретарь регионального отделения партии, председатель ЗАГС Собрания области Владимир Киселев. Власти над решением важных вопросов работают, но жителей об этом оповещают недостаточно. Единороссы сейчас занимают руководящие посты в администрациях почти всех уровней. И чиновникам необходимо быть более открытыми для диалога. Если человеку партия доверила возглавлять район, возглавлять какое-то муниципальное образование, то, соответственно, этот человек не должен почивать на лаврах. Он должен, во-первых, полностью отрабатывать эту должность, во-вторых, в обязательном порядке уметь общаться с людьми, рассказывать людям, ни в коем случае не бегать от людей. Я знаю случаи, когда чиновник районного масштаба прячется в кабинете. Итоги работы на площадках подвели на пленарном заседании. Такой формат дискуссий вполне возможно для партийцев станет традиционным. Валерия Саенко, Арсём Горчаков, Шестой канал. Четыре новых школа, два детских сада и значительный рост расходов на здравоохранение и строительство дорог. Во Владимире прошли публичные слушания по проекту бюджета на следующий год. Ожидается, что в 2019 году доходы региона превысят 58 миллиардов рублей. Расходы – 60 миллиардов. В следующем году область примет участие в 34 государственных программах и 12 национальных проектах. В Белом доме особо отметили, что бюджет региона позволит выполнить все майские указы президента по повышению зарплат бюджетникам. А деньги, вложенные в развитие социальной сферы, должны повысить уровень жизни населения. Проект регионального бюджета на следующий год – это 16 тысяч страниц машинописного текста. По плану в 2019-м доходы областной казны превысят 58 миллиардов рублей. Расходы будут больше 60 миллиардов. Дефицит – 2 миллиарда. Основная часть расходов – социальная сфера на образование, медицину и разные меры поддержки населения. Область собирается потратить больше 40 миллиардов рублей. В Белом доме рассчитывают на участие в трех десятках госпрограмм и 12 нацпроектов в области здравоохранения, демографии, спорта, культуры и экологии. Результатом должно стать улучшение качества жизни населения. Главной целью станет не освоение бюджетных средств, вот это должны теперь все понимать, а достижение установленных в соглашениях с профильными федеральными ведомствами целевых показателей. Достижение этих показателей должно сопровождаться улучшением. Главная цель вообще для чего эти нацпроекты – улучшением качества жизни населения, доступностью и качеством, оказываемых областными и муниципальными структурами, общественно значимых услуг. Отдельными строками в бюджете прописано повышение реальных доходов населения. Власти гарантируют, что майские указы президента по росту зарплат бюджетников будут выполнены в полном объеме. Работники бюджетной сферы, попадающие под действием этого указа, должны быть уверены в том, что никаких изменений в этом плане не произойдет. Рост их заработной платы, средней заработной платы, будет коррелироваться и зависеть и расти вместе со средним доходом от трудовой деятельности на территории региона. Сохранены все социальные выплаты граждан с учетом их индексации с 1 января 2019 года на уровень, опережающий инфляцию. Расходы муниципалитетов, финансирование муниципалитетов в бюджете на 2019 год увеличиваются. Соблюдены все требования указов президента и майские указы 2012 года, и последнего программного указа. Значительные финансовые потоки будут направлены в медицину. 11 поликлиник ждет капитальный ремонт, а на базе областной клинической больницы и областной детской больницы наконец-то появятся вертолетные площадки для экстренной госпитализации пациентов из районов. Переоснащение ждет сосудистые центры региона и областной онкодиспансер. Всего на региональное здравоохранение с учетом денег фонда ОМС запланировано 22 миллиарда рублей. И возможно эти цифры не окончательные. Думаю, что многие статьи изменятся в сторону увеличения. Тем не менее уже в таком виде, в котором сейчас бюджет существует, он довольно неплох. Запланировано увеличение собственных доходов, налоговых и неналоговых. Это позволит, соответственно, и увеличить расходы. Еще одна весомая статья расходов образования. На него в 2019-м планируют потратить больше 15 миллиардов рублей. В частности, на эти деньги в регионе собираются построить 4 школы и 2 детских сада. В следующем году должна открыть двери школы на 1100 мест в Собинке. Новые школы будут строить в Камешково, в деревне Купреево и во Владимире в микрорайоне Комунар. Не просто коробок этих школ, а задача такая, чтобы на первом этапе значительно сократить число обучащихся во второй смене, а в целом выйти на односменную учебу всех наших детей на всей территории Владимирской области. Бюджетные деньги будут выделены и на строительство жилья, ремонт дорог, поддержку многодетных семей и детей-сирот. Утвердить озвученные на публичных слушаниях показатели предстоит депутатам Заксобрания. Областной парламент должен рассмотреть проект бюджета 2019 в первом чтении на следующей неделе. Оксана Любимова, Александр Мажаров, Шестой канал. Поздравили работников пищевой промышленности и отметили день рождения. 89 лет со дня основания исполнилось Владимирскому хлебокомбинату. Производство началось в далеком 1929 году. Тогда предприятие выпекало около 800 тонн хлеба в месяц. Сейчас ассортимент насчитывает более 240 номинований, а в сутки выпускается более 160 тонн различных хлебобулочных изделий. Как поздравили хлебопеков и какие новые производства откроют на хлебокомбинате уже в этом году? Об этом расскажет Маргарита Махрова. Ежедневно Владимирские хлебопеки выпускают более 160 тонн разных хлебобулочных изделий. Это батоны, буханки, булочки и пирожки, сушки и снеки. Всего в ассортименте свыше 240 разных наименований. Работа идет днем и ночью, чтобы на прилавках всегда была свежая продукция. Максим Сополев – пекарь. На хлебокомбинате трудится уже 8 лет. В этом году он в числе лучших работников предприятия. Это то лушество, которое мы делаем, открывая мешок муки и заканчивая готовой буханкой, когда мы его достаём из печки. Каждый день это что-то новое, потому что в хлебопечении нет готовых решений. То есть один день не похож на другой никогда. История производства началась еще в 1929 году. Тогда выпекали около 800 тонн хлеба в месяц. С тех пор изменился не только объем и качество выпускаемой продукции. Сейчас Владимирский хлебокомбинат возглавляет целую группу транспортных мукомольных торговых компаний. Мы с вами хлебопеки. Это самая главная и почетная отраслевая профессия, потому что каждый из нас участвует не просто в процессе создания чего-либо, а в процессе рождения главного сакрального продукта. В коллективе трудится более полутора тысяч человек. Сейчас за добросовестную работу лучшим сотрудникам вручили награды от областной и городской администрации и Российского союза пекарей. В первую очередь люди. Подход к каждому человеку должен быть индивидуальным. То есть коллектив большой. Быть открытыми к людям, и люди потянутся к вам, и к производству в том числе. В последнее десятилетие предприятие завоевало немало призов и наград на российских и международных выставках и форумах. А в 2017 коллектив даже получил благодарность президента России и премию правительства за качество изделий. На достигнутом хлебопеки не останавливаются. Предприятие постоянно обучает своих специалистов. Уже в конце года на хлебокомбинате откроют новые современные производства, в которые инвестировали более 500 миллионов рублей. Это целый корпус новой продукции. Абсолютно новый цех по производству бараночных изделий, который один из ведущих в стране будет по производительности, по высоким технологиям. Маргарита Махрова, Артем Горчаков, 6 канал. Приобщиться к искусству, узнать секреты звездного неба, позаниматься спортом в парках и поздравить главного зимнего волшебника. В эти выходные Владимирцев ждет много интересных событий. О самых ярких расскажем в нашей афише. Узнать секреты звездного неба в субботу предлагают Владимирские планетарии. Там проведут интересные лекции и сеансы для детей и взрослых. Интересная программа в эти выходные для владимирцев и в городских парках. В субботу в дружбе можно позаниматься спортом. С 11.30 там игровая программа «Юный чемпион». В этот же день в полдень Центральный парк проводит конкурс для самых активных родителей под названием «Папа может». В воскресенье 18 ноября в Добросельском соберутся те, кто дорожит своим хорошим настроением. В 11 утра их ждет программа «Веселимся вместе». А в загородном в полдень напомнят о правилах дорожного движения с помощью игры «Веселый светофор». 18 ноября день рождения отмечает Дед Мороз. По традиции, гости и жители Владимира смогут отправить поздравления главному зимнему волшебнику на пешеходной Георгиевской улице. Там в этот день с 11 до 16 большая сказочная программа с песнями, танцами и даже сеансом видеосвязи с Дедом Морозом. Письма, открытки и подарки для волшебника, сделанные своими руками, будут собирать его сказочные помощники. При этом организаторы просят указывать на поздравлениях свои контактные данные, потому что лучших авторов наградят призами на открытии рождественской ярмарки в декабре. Любители искусства могут отправиться в воскресенье на новую выставку под названием «Владимирские сезоны». Там живописные, графические и фотоработы представили художники из Владимира, Коврова, Вязников, Кольчугина, Киржача. Экспозиция открылась на Большой Московской 59. В выходные она работает с 10 утра и до 5 вечера. Поддержать наших волейболистов в принципиальной серии игр с командой «Сахалина» могут все желающие. С 17 по 20 ноября в городском центре здоровья, что на улице Мира, пройдут матчи пятого тура чемпионата России среди мужских команд высшей лиги «Б». Во Владимир на встречу приедет команда «Элвори Сахалин». Сейчас клуб «Владимир» находится на первом месте турнирной таблицы. Команда гостей отстает всего на очко. Поэтому от этой серии игр зависит, удастся ли владимирцам удержать преимущество. Начало игр в 17.00, поболеть за игроков, приглашают всех любителей спорта. На этом все. Далее вас ожидает блок полезной информации и прогноз погоды. Оставайтесь с нами. До встречи. Берегите себя. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok